Сегодня начинается небольшое путешествие по республике Хакасия. Мы приехали с Яриком погасить, родственникам, и заодно навестить наше небольшое производство чайной дозы из дерева, из кедра. Чаще всего мы их делаем здесь. Ну и просто посмотреть на красоты природы. В этом году у нас исключительно русские путешествия. Так что, в рех не воспользоваться такой возможностью. Вообще, я к своему стыду никогда не был в Хакасии. Причем, что я очень много раз был и в Красноярском крае, и в Иркутске тоже бывал. А именно здесь никогда еще не был. В Хакасии не очень большая алисбука, где-то полмиллиона живет человек всего. Где-то две трети площади это горы Саяны. Причем, есть юг горное Шорье, где, собственно, у них там даже свой шорский язык. Мы сейчас, собственно, туда и едем. И там есть горы до 2000 метров высотой. Сейчас я еду по степи, но на севере она такая более степная часть. Это вообще юг Сибири. А на юге больше гор. Ну, да, на юго-востоке тоже. И граничит Хакасия с Алтаем, собственно, с Тывой, с Касноярским краем, с Кемерской областью. То есть такая небольшая республика, зажатая среди федеральных округов Сибирских. Вот, сейчас сейчас в федеральном Сибирском округе тоже хватит. Прокатимся очень. Интересно посмотреть на Хакасию. И вообще-то красиво. Даже сейчас мы очень рано пролетели. И плавно встречаем рассвет. И потихонечку начинают появляться такие красивые холмы. Обычно всегда за ними следует что-то повыше. Продолжение следует... Красота, конечно, невероятная. Вообще здесь такие бескрайние просторы. Я, как еще и вкусно. Остановились позавтракать. Конечно, специфически такое, можно сказать, среднеазиатский уже даже немножко колорит в плане кухни. Да и в плане видов тоже. Хотя это еще и Сибирь, в общем-то, южная. Но да, уже очень близко. Вот, кафешки такая. Где же у меня свои каши? И у них тут тоже, так понимаю, в основном, всякое овцеводство и прочее животноводство. Это процветает. И пустота. На сотню километров две кафешки, одна заправка. Сельский магазинчик. Заехали за продуктами. Подбросили местную девушку. Говорят, пустота. Почти приехали. Сзади меня вот так вот большое, даже, можно сказать, поселок, почти микрогородок. Таштыб. Таштыбский район. Здесь у нас луни, к нам еще где-то чуть больше десяти километров. Гора, хотя, скорее, можем за этих холмами. Красивейшие виды по дороге. Ранее такая прям мини-Новая Зеландия. То есть, если у вас нет возможности съездить в Новую Зеландию, вы можете съездить в Хакасию и, в общем-то, получить почти те же самые впечатления, как минимум, в плане природы. Те же луга, тоже вот этот рельеф холмистый. И даже немножко скал. А это погрыз бобер. Бобер серьезный зверь. Дух леса. Такой кабан-дракон. И ухо есть, и глаз, и пасть. Субтитры добавил DimaTorzok А вот наша мастерская. Андрей, директор мастерской, главный мастер. Мы тут делаем чайные доски и завтра сюда придем. Сейчас мы только приехали, поэтому завтра будем делать в Чубане. Сегодня погуляем по окрестностям. Вот такое у нас тут макро-производство, честно сказать. Я же тут не был с момента переезда из другой деревни, поэтому тут все увеличилось за это время. Друзья, привет. Мы сейчас находимся у гостя Андрея. Андрей, привет. Андрей у нас главный директор, можно сказать, нашей столярной мастерской, которая работает у нас в Хакасии, в Сибири. Очень далеко от запада России, скажем так. Вот, и Андрей, в основном, делает чайные доски и всякие разные штуки из камня. Кстати, вот мы сейчас покажем, где-то сейчас из камня. Ну да. Будет у нас такой маленький шпой, вот какие замечательные подставки из камня. И, кроме того, еще, да, вот это вообще красота. Всякие разные студии, которые тоже могут использоваться, как в чайной теме, так, в общем-то, и не обязательно в чайной теме, где угодно. Сибирские личные галечники, которые мы что-то из них пробуем делать. Но сейчас мы, конкретно, на данный момент, сделаем чайную доску с нуля. Многие меня спрашивают, покажи, как сделать чайные доски. То есть сейчас мы будем использовать кедр, да, Андрей? Да, вот, заготовки кедра, тут местный кедр, старый. Тут уже даже сухой, нет, даже есть сухой, который пилили, ребята, там, выдержанный, лет по 150, там, где-то по 200 даже есть кедры. Ну, как есть, какие-то заготовки уже, которые сейчас вот. Одно из них мы возьмем, и сделаем чайную доску. Так, тут берется массив кедра, довольно такой толстый, но я так понимаю. Ну, это же пятерка, шесть, выхожу. Или уже высушен. Сейчас мы достать, делается полностью вручную. Мы сейчас с применением инструмента, да, но как бы не по типовому какому-то проекту. Ну, в данном случае как раз вот тут сейчас будет типовой. То есть сделаны шаблоны, по которым уже будут делаться однообразные. Но это будет только внутренняя часть, да. А снаружи уже можно придавать там какую-то любую форму. Она сейчас уже такая совершенно произвольная. То есть как-то природная, да. То есть как-то небольшая досочка получится. Да, небольшая, но со ступенечкой. Это будет чайная доска со сливом. То есть без поддона, именно из монолита. Ну, вот сейчас начну вот чего-то с ней делать. Я говорю, ты делаешь форму? Нет, да шаблон, да. То есть это такой специальный фрезер, который проходит по шаблону. Углубление она задает уже кромочку аккуратненькую. И сейчас вот начинаю, успокаиваю ее установить. Ну, тут такая, да. Следующий этап, это выборка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА